доброго времени суток с вами texer фарминг симулятор 22 карта вязовый ручей elm creek и я тут немножко попробовал и вот так вот закидываю стучки поганые надо всю эту ботву продавать продавать нахрен не нужен мне такой упаковщик упаковщик как его короче собиратель целом у меня такой нафиг не уперся сейчас конечно руками соберу но это не лучший вариант надо его пробовать продавать и брать другой блин а денег стоит все ну ладно куда деваться сходим под заработаем сейчас я побегу просто тупо руками собирать под него подборочек не существует все подборочки собирают что-то другое более крупные как бы вот допустим не чтобы не быть голословным пойдем посмотрим прицепное но упаковщики вот сразу скажу вот то что я смотрел нагрузить это круговой ролик я смотрел разбирался это круговой этот тюк он только их умеет вот да казалось бы он умеет прямоугольный но 180 220 у того 125 это опять круговые круговые и длины но 180 вот такая вот фигня такие вот упаковщики и тюка погрузчиков по ту хрень нету ну во первых вот это вот это ролики поднимать вот этот вот круглые вот 120 ветров вроде как вот этот может но извините меня за 64000 за 64000 даже не знаю а а давайте мы ее арендуем давай три косаря давайте арендуем чисто попробовать это будет невыгодное мероприятие сразу скажу а не то вот так ни хрена не выгодное мероприятие но давайте арендуем чего нет ну просто три косаря а у меня тут вот тюков то арендуют на плату Я, по-моему, в какие-то дебри лезу. Покупать я точно в стране не буду. Кстати, а можно было машину... Тюковчик этот поган, надо увезти же и продать. От меня местные жители, наверное, в восторге, как я катаюсь. Просто, ну, раз, вот тоже что-то можно привозить. Надо, надо свои производственные цепочки создавать. Мне кажется, это будет очень хорошо. Посмотрел, что тут умеют работники. Я бы сказал, курс-плеем тут не пахнет. Они могут что? Ну, как и раньше, они могут пахать, сеять, убирать. Подводишь к полю, ставишь. Вот, как я комбайн запустил. Подъехал к полю, нажал H, он типа вот поехал собирать. Так же они пашут, так же они сеют, но это все было. На полях с Лос-деформа они будут бастовать, естественно. Ничего в этом плане не изменилось. Что добавилось? Они могут ехать с точки А в точку Б, то есть им можно показать на карте. Перегони технику оттуда сюда, они перегонят. Им можно указать перевозку между двумя точками. Бери здесь, допустим, силосные башни, вези туда на продажу. Они будут фигачить. Возить на продажу. Вот, собственно, все, что добавилось тут из кроссплея. Больше тут кроссплея никакого нету. Так, а еще у меня громкость почему-то убрана. Блин, это я еще и другую игру записывал. Так, елки. Это все коварно и фарминг симулятор прокрался. Так, поперли курс. Курс, не курс, круиз. Так, 25 максимум, поехал. Еще кнопку буду держать, да? Там вот немножко солома осталось, ну че. Так, сейчас эту ботву я продам. Возьму арендованную попробую что-то собрать. Если нам будут собирать, ну блин, 68000 убрать. Ну надо роликовые брать все-таки. Надо брать роликовые. Это фигня. И надо мои поля переделывать в поля зерновые под комбайн под мой. Посмотрел, что по производственным, так сказать, циклам, по фермерским по этим всем выращиваниям полей, что тут с ними происходит. Тут есть зима, зима ни хрена не растет. Сажать можешь когда угодно, а если успевает созреть до того момента, как снег выпал, то все нормально, урожай соберешь. Если не успевает, то идешь нафиг, остаешь без урожая. Как-то вот так. Так. Мне-то надо продать. Продать надо. Где площадка для продажи? Видите, что такое? Открыть настройки транспорта. Хорошо. Можем мафицировать и чинить. Где здесь-то? Там что ли? А, вот на площадке. Мафицировать и чинить. А мне продать. У меня магазин. Марки. Объекты. Что за наборы? Странно. Скидки. Но ничего. Ропа. В собственности. Да. И вот давайте копчика продадим. Выбрал. Продать. Да. Вот так. Не нужен он мне более. Так. Где мой трактор? А сюда начнете чинить. Вот на эту площадку становиться и чинить. Я понял. И вот мой арендованный, арендуется он по-моему на день. Ну сзади все равно пшеница не вырастет, так что можешь сразу отдавать. У меня даже урожаем не окупается аренда вот этой хреновины. Бак там какой-то, гидравлик что ли там баки? Гидравлик скажи-ка себе. Паперли. Ух ты. У меня же никто их у чувак. А если так кто-то боковым зрением не заметил, мигает, мигает, смотри. А если тебя не увидел? А я мог. Ок. Летим. Куда он тут собирает? Такая большая хреновина будет что ли? Сейчас увидим. Будет смешно, если он не собирает. Да, получится я деньги просто выкинул нафиг. Так. Тогда возьму виллы и буду фигачить. Ну возьму виллы фигурально. Возьму виллы и буду фигачить их в прицеп. Потом думаю к вам солому скидать. Вот. Ну попробовать было надо. Смотреть как это работает. Я не думаю, что я прям разговарюсь. У меня даже есть робкая надежда, что я не уйду в кредиты. Вот что. Да, ну придется, на других фермеров придется побатрачить. Конечно. Но. У меня есть чем? У меня есть компайн, у меня есть трактор, у меня есть прицеп. То есть. Что там пойдет? То есть уборку урожая я вполне осилю. А сейчас я себе еще куплю лук. Хотя сначала культиватор. Культиватор и все, что там нужно съел. То есть я смогу уже много работ делать. Так. Рабочее положение. Пум. Ну что. Поехали. Посмотрим, что ты могешь. Мне интересно. А как это будет выглядеть в итоге? Вот он собирает. Он такую копну сделает. Да? Не копну, как это. Стоп. Да? А потом что? Что им потом с ним делать? Кстати, знаете какой минус у этого трактора? У него нет переднего вала отбора мощности и на него, по-моему, не ставится передний погрузчик. Вот минус такой у него. Надо лучше со временем брать. Ладно. Фигня. Все равно погрузчики я люблю отдельные. У меня сейчас, наверное, не ко времени на него разоряться. Так. Все раз штука у него тут собирается. Всего. А потом что будет? Неизвестно. Он, наверное, стопу такую ставит. Возможно, какой бичок их перетягивает. Вообще забавная штука. Можно было ставить. Не одну, блин, за 68. Елки. А трактор меньше стоит. Тэнк. Давай, давай, давай. Че там нас уже? Двенадцать. 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 Четырнадцать. Сто процентов. Здравствуй, жоп. Ну и че с тобой дальше делать? Выгрузить тюки. Хм. Хоп. Такой вот брикет. Ну че, господа, я попал. Я теперь без погрузчика ничего не сделаю. У меня теперь только погрузчиком отфигачить. И прицеп платформы. Ну все. Попал. Попал. Ладно. Ассортимент мебели. Ассортимент техники надо набирать. Погрузчик нужен? Нужен. Потому что мне как-то надо будет это все загружать и везти на продажу. Плоский прицеп под это дело нужен. Я могу, кстати, такой же купить и сделать его вторым прицепом под тюки. Ну сейчас посмотрю. То есть прицеп для перевозки тюков я сейчас приобрету. Забирай. 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 Такое вот непыльное занятие. Все. По сбору. Ну а все такое было. То есть его даже крусплеем нормально не озадачишь. Эть. Ну забери. Ну шо ты. Ну зараза. Ладно. Вот. Так. Сейчас тут заеду. Вот так. Так не очень удобно, конечно. Надо все таки по часовой ездить, потому что у него справа захвата делать. А давай эту возьму. Я вот ту не возьму. Все. Стой. Не трогай тюк. Чудище болотное. Так. Вот тот тюк нам. Слевик тоже. Мотор так рычит-ка. Вот там не знаю. Я по черному газую. Все же хорошо. Хватай. А. Молодцом. Что там у нас? Уже 14. Ай ты ж. Выгрузите. И один там лежит. Ну-ка. Так. Надо до него добраться как-то. Чего он там лежит-то. Оп. Вот так можно было руками накидать. И сгонять выгрузить. Так. Выгрузить здесь. Оригинально конечно. Но маленькие тюки не мое. Столб эта штука 1010-12. Я пожалуй с маленьким еще возился. Так. Работники кстати конские дорогие. Что-то я так подумал. 500 бачей вот за то что он доехал на тракторе от магазина сюда. И тут проехался на комбайне по полю. Как-то до хрена. Вы не находите? Я нахожу. Выгрузить тюки. Ну как я предполагал. Веревочку он их связывает. Он целый выгрузил. Ну там наверно вес какой-то дурацкий. Так. Сейчас соберется транспорт. Все. Я сдаю его нафиг. Так. Магаз в собственности в аренде. Вернуть. Да. Так. Ок. Что мне нужно? Мне нужен прицеп, чтобы возить тюки. Это все высокие прицепы. Так. Навоз забросатели. Бросьтесь навозом в кого-нибудь. Упаковщики тюков. По-моему в тюкопогрузчиках были прицепы. Вот 19. А поменьше? Побольше есть. 21. А критично ли мне косарь? Прицеп большой кстати. Либо мне... Так. 19. Да? Либо вот это вот. На нем в варианте... Сколько кстати? 13. 6000 разница. На нем в таком варианте можно возить тюки. Широкие шины. А? Я свой могу растопырить вот эту штуку, но это почему-то бабла стоит каждая такая переделочка-то. Давайте. А, да. И погрузчики вилочные надо. Надо подумать над велосипедом погрузчиком. На мою он не ставится. Вот фронтальные погрузчики. Туторые как трактор... Туторые как некоторым тракторам. Какой прекрасный. Смотрите на него. Мелочь такая. Так. Электрик. Электрический что ли? Беступенчатый. ЦВТ. Не. Так. Где мой? Вставится ли оно на него? Черт его знает, да? Хорошо. Давайте вот этот выберем. Отдельное крепление погрузчик ставится. Все. На этот не ставится. Так. Ну что? Тогда не мало трактора. Погрузчик давайте посмотрим. Недорогой. Фронтальный погрузчик недорогой. А, недорогой хрена себе. Вот недорогой. Тридцатка. А знаете, куплю. Сейчас погодите посмотрю только. Мини погрузчики. И что за недорог? А, ты где то нафиг. А, вилочные погрузчики. Ну, знаете, тоже так себе. Фронталочка. Иди сюда фронталочка. Ты у меня в любом случае пригодишься. А, у тебя без вариантов. Купить. Можно в магазине. Можно, конечно. Сочетание. Вот то, что к ним идет. А мне нужны эти виллы для тюков. Для рулонных тюков. Терт Ас-2, они не для рулонных. Биг Бэк Лифтер. Какие то сумки поднимать? Ну, ладно. Бэйл Кинг. Да, давай за 600 нормально возьмем, да. Отлично. А, денег стало еще меньше. Погнали. Ну, по крайней мере, у меня теперь есть погрузчик. Универсальный, я бы сказал. Починка топляк пока нормально. И не спешит так. Да, я могу, конечно, рабочего отправить за всей этой ботвой, но, блин, сколько он стоит. Меня жаба душит. Ну, нормально. У меня сейчас, вот я, допустим, отправлю его привести прицеп и отправлю его пригнать погрузчика. Он меня еще на пятикатку выставит. Ну, его нахрен. Жаба такая. Я лучше сам доеду. А так еще хоть с городом ознакомлюсь. Ну, и куда ты едешь? Ну, ладно. Ежай. Очень меня производственные цепочки прям интересуют. Прям что-то, блин, облизываюсь на них. То есть, если я сжахну в пшеницу все три поля и куплю мельницу, будет просто зашибись. Кстати, кратковременная аренда не окупается ни хрена. То есть, я вот думал кукурузное поле, да, взять в аренду жадку кукурузную, а потом сдать ее нафиг и поставить там пшеницу. Не, не окупится аренда жадки, мне кажется. Ну, я посмотрю, но мне кажется, нет. Поэтому, скорее всего, я либо куплю жадку, либо даже не знаю. Да просто куплю жадку, да. Ну, или просто в аренду, конечно, возьму, но это будет не особо выгодно. Просто, ну, правда, если я собираюсь заниматься именно пшеницей, ну, первое время, то мне, пожалуй, что жадка кукурузная не нужна. Купить-продать, мне кажется, там будет, ох ты, стоит олень, два. По городу прям фигачит, веселый город. Мне кажется, будет просто невыгодно. Купить-продать, это будет невыгоднее, чем брать в аренду. Там сильно теряется по деньгам. Ну, от несчетными отделяется 140 тысяч. Кредит, я вам напомню, берешь по 5 тысяч, не помню, до 100, по-моему. Или до миллиона, до миллиона, кажется. Но я не хочу в кредиты. А тут вот так, я же максимально сложность поставил. Тут так, цены низкие, я так думаю, налоговые процентные ставки высокие. Нафиг. Попробуем так, а-ля мелкий фермер, как-то выжить. Что, собственно, нужно? Нужно накопить на покупку еще участков, желательно рядом, чтобы далеко не ездить. И продавать, продавать, продавать сельхозпродукцию. Ну, собственно, и все, что еще нужно-то. Так, ну техника, как видите, плодится. Ой, блин, косилку я хочу потом. Но сначала надо разобраться с циклом вот пассивным, всем этим уборочным и так далее. А потом всякие косилки. Потому что многое осилос тут не наберет, потому что обертывалку надо. Но просто есть трава, чего траве-то пропадать. Я помню, в комфт-фарминге я вдоль дорог ездил, собирал. Ну, тогда еще не было территориального такого деления, были только поля. То есть поле, вот да, оно имеет собственника. А вот вокруг нее не имеет. Поэтому я ездил вокруг чужих полей и стри траву на силос. Тут такое невозможно, что тут территорию покупаешь. Но тут тоже много травы. Я думаю, утючков-то несколько я бы зафигачил. И что-то мне помнится, что из соломы тоже силос получалось. Возможно, это была, так сказать, боговина, эксплойт. Но, по-моему, не только из травы. Так, а кукуруза, нет, а кукуруза там сечка. Нет, там много покупать. Не пойдете. Давай-давай, сохраняйся игра. Так. Сюда. 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 Нормально. Так, погоди, а у тебя ширина меняется с этого счастья-то? Что-то не похоже, да? Э, ладно. Угу. Я понял. Все на мыше, как и должно было быть. Эй, я эти куры исключил, что ты? Олени. Ужином будете? И помчались, помчались. Сайгаки. Вы не олени, вы Сайгаки. У вас на погрузке хрен догонишь. Правда, 20 километров в час едет, но все равно. А, кстати, у него есть цеплялка. Может, можно было к нему прицепить? Олень. Пошел, 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 пошел. Машина мгнала. А меня все обгоняют. И фигачит прямо на моем поле. Вот это город, я понимаю. Олени на улицах. Ну, даже погрузчик, мне кажется, доживет до того момента, когда у меня животные будут. Мелкий погрузчик вам в хозяйстве нужен. Штука-то неплохая. Соседи ходят. Ничего, я у вас это поле прикуплю. Или это мое поле? Это мое поле. Хотя она здоровая. Не ожидал. Я думал, меньше. Она больше того пшеничного. Укаруски-то я там нормальная тут жахну. Так, ну погнали. Сразу, чтобы не отвлекаться, сейчас сразу лоб отсюда эту штуку. Что, по времени? Ну, как раз я с соломой разберусь в этой серии. А, ну слушай, нормально. Мне казалось, маленькие у него эти хваталки. Нормально. Возможно, они маловаты будут для круглых тюков. Но, на самом деле, можно на одну надеть. Все. Или купить хваталку для круглых тюков. А, нижние еще клыки какие-то есть. Вот как. Оп. Пошли отсюда вороны. Да. Хорошо, что большой прицеп мне взял. Не нужен он мне. Так, по-моему, он тухше буксанул, да? Мне показал. Я все жду физики. Я все жду проходимости. Я все жду сноураннера. Я зря его жду. Но все равно хотелось бы. Так, я просто помню, тут ремни существует в игре. Которое можно всякое поднимать. А, привязывать. Ну, поднимать тоже можно. Привязать и поднять. Оп. Ниш могла. А че ниш могла? Оп. Высоко взял просто. Она... Не взяла. Надо немножко мышки шурудить. Ну, ладно. Не страшно. Есть. И последний. Тут можно поставить свою техническую станцию. Тогда замена на прицепах. Вот виды прицепов. Ну, функциональных их особенностей. Будет бесплатной. По-моему. По-моему, бесплатно. Не уверен. Но, кстати, техническая станция стоит денег. Так что, ну, не знаю, не знаю. Стоит ли сейчас тратиться на это. Что? В общем, у меня ферма тут мелкая. Так. Вот сзади подгоню. Вот так. Блин. Может, Товски за 60 взять и так тюки возить, а? Ну, поздно. Ту уже продал. Что-то время так странно подбуксовывает. Поехали отсюда. В гараж сейчас загоню его. В гараж. Мастерскую. Для гаража он мелковат. А вот сюда нормально. Что тут у нас встать? Ну, декораций. Декораций. Ничего-то хорошего нет. Так. Да. Вот так. И смотрим, чего у нас есть. У нас тут... А, не надо. Тут не надо смотреть. Тут не надо смотреть. Так. Куда толкнуть солому? Товар, товар. Солома. Биоэнергия. Южные долины. Здорово. Найти бы её. А! Пометить место где? Вон там. А ну-ка карту. Вот она. Так. Это мне как? По большому шоссе. И вот так что ли? Да. По большому шоссе. Вот. Налево тут. Дорожка. И по ней уже. Погнали. Будем надеяться, что хоть бензин куплю. Это как-то прям даже и не знаю. Без денег-то. Так. Это я ездил продавать зерно. Это вот по той дорожке. Ну, поехали знакомиться с местностью. Что ты скажешь? Сто процентов. Я же мог больше нафигачить. Или у него ограничение по весу какое-то. Ну, я же мог большую стопку положить. Так. Я так смотрю. Мне лучше тюк подборщик делать прямоугольные тюльки. Ну, уж для круглых немножко другой надо. Можно сюда круглый как-то захреначить. Ну, мне кажется, надо другой. Вот большие поля. Вот что мне надо когда-нибудь. Ну, как? Как денег? И вот смотрите, сколько можно травы накосить. Кстати, если не... А, нет. Это не... Ничьё это. А, это покупается. Мне спорим, мне кажется. Ну, так. Попиратствовать-то можно попробовать, конечно. Знаки везде, что-то типа осторожно. Серхозтехника бегает. Вон столбик светится. А это откуда? Это сверху может было съехать. И тоже, в принципе, сюда попасть. Ну, ладно. Остановится? Или едет? Едет. Не-не, не та дорога. Моя более правильная. Новый фермер в городе. Интересно, кто в таких домах живёт? Ну, то есть он вроде как с гаражиком такой, да? Но бомжиный. Это, мне кажется, следующий шаг после трейлера. Какие-то колодцы строят. А это завод какой-то, сюда что-то можно возить? Ну, вообще, по левой стороне что-то было, да. Можно что-то выгружать. По правой вроде как там вот, за углом. А как бы это была не мельница, господа? Отис называется? О, от овес. Как бы это была не мельница? Как бы мне её не купить? Да ладно, размечтался. Сначала сельхоз техники прикупить, необходимый. Потому что всякое такое. Так, что мне, прям по этой ехать что-ли? Эть, направо. О, тут, кстати, покупают, смотрю. Явные зернопродажи, да? Тут насыпать можно, мне точно насыпать, да? Мне высыпать, а мне мне же насыпать. Ну, конечно, да, если я мельницу куплю, я же могу зерно покупать. Необязательно выращивать. Но тогда далековато ехать. Не ближний свет. Ну, какие тут травяные угодья. Сколько можно травы напирать вдоль дороги, а? Неплохой приварок. Кстати, это, наверное, выгоднее, чем на чужих полях работать. Потому что там достаточно долго всё это происходит. Достаточно быстро. Надрал травы, запаковал и туда. Тут же превращение в силу искомогновенное идёт. Сразу же после оборачивания. О, он за мной всё это время ехал, да? Здорово. Так, отметка, надеюсь, пропадёт, когда я сюда приеду. Так, мне интересен исключительный знак. Что это такое? Да, пропало. Продать дерево. О, как. Купите дерево. У меня нет дерева. То есть тут продают дерево. Хорошо. За кем хреном я сюда приехал, я не знаю. Наверно, соломку тут тоже продают. Проверим сейчас. Хрен там плавал. В чем дело? Биоэнергия, в жире? Южные долины. Солома. Фига ли, мы тут солому не покупаем. Может, нам с прицепа не уметь? Блин, будет весело, если я сейчас все это выровню сюда. Ага, присоединил, молодец. Он не выкидывает. Ну, а чего? Какого хрена-то? Нормально так приехал. У меня вообще топливо стоило. Где-то еще что есть. А ничего тут больше нет. Да, нагрели. Но перекупщик животных по 44, конечно, берет. Но это был плевок просто в душу. Конечно, они дерево-то тут берут. Вроде недалеко. Или далеко просто скажут. Нет, нет, недалеко. Почему они тут не берут солому? Я не понимаю. Написано, что должны брать. Но не берут. Урюхи. Так. Поехали. Где оно по карте? Вон оно. Так, что тут у нас? На дорогу. И туда. Обрат, короче, на большое шоссе. Поперли. Нас нагрели. Единственное, что. Может, солому-то не в тюках. Ну-ка, стой. Ну, а с другой стороны. Как хрен нравится, что я солому продаю. В тюках или не в тюках? Сыр. Ткань. Блин. Ну, тут производство. Да, вагон. Мебель. Ну, соломы в тюках нигде нету. То есть, вот она все равно. Она все равно солома. О. Ремень соскочил. Так, забавно сделали, да? Раз, соскочил ремешок. Такой по диагонали идет. Такое тоже надо отображать. Это железка? По железке не поеду, ладно. Вот такие мучения у нас с соломой. Не все так просто. Тут какие-то еще точки продаж я наблюдаю. Ну, по карте, по крайней мере. Но это все через поезда. И это у меня пока дороговато будет. Интересно, автопоезд можно? Наверное, нет. Хотя делали. Это надо переключиться на прицеп. Да, сейчас переключено. И другому прицепу задом подогнать. Та прицепиться. Та получится автопоезд. Но пока не надо. Летит машина. Хрень тебе. Тут фермеры ездят. Вообще, посмотреть, как мост. Какой подъем к мосту, да? Представляете? На легковушке, вот, километров сто. Влететь сюда. При земле все очень далеко. Трак, что-то такое. Что-то смажется с слезовиками, связано. Так, я, по-моему, уже по газону еду. Это молочная фигня какая-то. Ее можно купить. Угу. Так. Да не сохраняйся ты. Потому что менюшка вышла. Так. Я еду тут. Ой. Еду нормально. Я вот думаю, а не проехать у меня просто по траве, да. У меня трактор. Мне все равно. И вот сюда поднимусь. Вот по той стороне. А, это автострада. Оп. Это на встречку пошел, да? Да ладно, не бойтесь. Никого не перееду. Видишь, там наверняка, что тормозил уже в панике. Трактор выруливает в лоб. Оп. Еще один. Все нормально. Мы почти по правилам. По полям по чужим я не поеду, а вот по траве-то что нет. По траве-то вполне можно. Ну вот. А там речка. Но речку я, наверное, не форсирую. Давайте на эту дорогу. А, хотя она мелкая, конечно, чертов знает. Я вообще трактора-то в фарминг-симуляторе топил, было дело. Никого, никого. Даже мелкий трактор, насколько больше рековушки. Вот так, поперек дороги так выскочишь. И все. И хана ему. Хотя, наверное, все-таки он его нормально долбанет, машина, если сходу режет трактор. Но такой-то перевернет, большой-то нет. Так, тут продавец животных. Я к нему не скоро, но поставки всякой дряни я ему буду делать. Надеюсь, я хоть этот у меня куплю. Так, ремни убираем. Ну, на косарик. Нормально. Все, чувак, солому я вожу только к тебе. Остальные все козлы. Так. Ну что ж, господа. На этом тогда закончим. С соломой разобрались. Жмите, пишите. До новых встреч. Редактор субтитров.